Приветствую вас! Прежде всего, давайте разберёмся с тем, что у вас вообще произошло. Да? Значит, вы пишете, мы с мужем живём породень уже полтора года. Значит, вы разошлись с мужем, получается. То есть, случилось нечто, из-за чего вы с ним разошлись. Случилось нечто, что привело к разрыву между вами. Вот, давайте сперва и посмотрим, что случилось, почему вы стали жить породень и зачем вы стали жить породень. По какой причине вы не развелись, то есть, ну, не подали на развод, никто из вас не подал на развод. Вот, давайте эти моменты поисследуем. Они важны для нас с вами. Дальше. Как вы восприняли тот факт, что, грубо говоря, вы смутим теперь живете породень? Вот, конкретно вы, как восприняли этот факт? Как он воспринял этот факт, что вы теперь живете породень? Тяжело ли ему? Страдает ли он? Чем он занимается сейчас? Чем занимаетесь вы? Да? То есть, понимаете, что вот нужно получить больше информации о вас, о вашей ситуации. Потому что так можно лишь только гадать, что у вас произошло, что у вас случилось, да, и почему, ну, почему так случилось. Дальше. Дальше. Вы пишите, за это время несколько раз виделись, но только по моей инициативе, то есть, я к нему приезжала. А зачем вы к нему приезжали? Виделись вы с ним для чего? То есть, зачем вам с ним видеться? С какой целью вам с ним видеться? С чего вы хотели, чтобы вы с ним видеть, ну, чтобы вы с ним стремились увидеться? Инициативу вы проявляли для чего? То есть, если скучали и хотели быть вместе, нужен был, нужен тогда был какой-то разговор, нужны были какие-то решения, нужна была какая-то позиция ваша по конфликту. Либо, если, например, человек не принимал вашу позицию, да, а не принимал то, что для вас важно, то в таком случае необходимо было расстаться с человеком. Ну, то есть, опустить его, начать жить дальше, потому что, ну, раз ситуация так складывается, вот, понимаете? А у вас, у вас как-будто, вот вы встретились, да, и всё, а для чего вы встретились, зачем вы встречались, чего хотели, чего ожидали от встречи, непонятно. А муж, кстати, знал ваш, зачем вы хотели с ним встретиться, для чего и чего вы, собственно, от него ждали. Дальше. Если честно, предлагают мне снова жить вместе, а я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Временами я его люблю и скучаю. Как это проявляется? Телефонные звонки не приносят никакой радости, а наоборот, только разочарованию. Так, ну, как я уже сказал, да, нужно разобраться в ваших чувствах, в первую очередь. То есть, вот вы говорите, что любите, любите и скучаете, да, но простите, как это проявляется, что вы любите и скучаете? Вот. Как это проявляется, что вы любите и скучаете? Это первое, да. Второе, если разочарование у вас, ну, возникает, то это значит, что вы чего-то ожидаете, вы чего-то ждете от телефонных звонков, вы чего-то хотите от них. Вот. Чего? Чего? Чего вы ожидаете? Чего вы ждете? Понимаете? Вот. Какие ваши желания? Какие ваши чувства? Вот здесь. Да? То есть, вот это все вам нужно, нужно обязательно. Исследовать. Это все вам нужно обязательно изучить. Для себя, ну, потому что, только так, да, вы можете понять, что происходит, да. То есть, вот вы говорите, что хотите разобраться в своих чувствах. Вот. Это здорово, что вы хотите разобраться в своих чувствах. Это прекрасно. Ну, так давайте тогда разберемся, давайте тогда обратную связь. Давайте тогда поговорим, поисследуем, выясним, почему вы расстались с мужем, да. Что вы к нему сейчас чувствуете. Вот. Как это проявляется. И так далее. И вот в процессе контакта, в процессе выражения, вы сможете понять, что вы чувствуете. Вот. То есть, ответите еще на один вопрос. Как вы, как вы видите, как вы видите разбор, как вы видите разбор своих чувствах. То есть, как мы можем вам помочь в этом. Конкретно мы как можем помочь вот. Аааа. С учетом того, что у нас есть только текст, да, и есть только ваш вопрос. И краткое описание. Как вы, Мария, представляете себе нашу помощь. Ответьте, пожалуйста, себе на этот вопрос. И, соответственно, ответив на вопрос, уже выберите для себя приемлемую форму взаимодействия, да, и начните по ней идти и двигаться. Вот. Для того, чтобы по итогу прийти к пониманию своих чувств. Вот. Одно я могу сказать точно, что, чтобы проявилась любовь, нужно вам обрести гармонию в себе. Гармонии, гармонии вообще нет, хотя бы потому, что приносит разочарование вам телефонные звонки. Вот. Так что нужно отделить. Отделить свои чувства к мужу от своих чувств и желаний, которые есть у вас. То есть отделить себя от него. Что, возможно, будет не так просто, если вы прожили с мужем, например, достаточно долгое количество времени. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Что делаете? Самое ностъемление. Удачи. Удачи. Удачи.